Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Монар 582 события дня. 1 Корни 7,9-22. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. 17 июля 2017 года. Какие события? В событиях было только одно фактически. Понедельник. Оказывается, в воскресенье на платформе из Барнаула привезли бульдозер. Бульдозерец Виктор. Даже ничего не узнали, фамилии не говорит. 66 лет. Худощавый, худой просто. Курит. А как работает, кто его знает. Вчера он с первого дня показал себе. Завтрак назначил себе в 6. Утро, чтобы был завтрак. Дальше. Работать будет. Ужин назначил на 9. О! Это было давно. Выехали. Все выполняет как и весь. Он упарил всех. Мы начали первый мостик. Это для меня была самая главная задача. И все увидели. Потому что дальше мы не знали, как будет. Я думал, как утолчет он кирпич. Ну, а потом снимет нужный слой. Первый-то прошел. Ничего подобного. Дальше тонет трактор. Никак снимать нельзя верхний слой. Все. То есть у нас выше уровня земли получилось чуть не на полметра. Это выходит, всю дорогу надо поднимать вслед, чтобы весной не было прорыва. Но все-таки продолжаем делать. Дальше до того, что уже будь сначала кирпич битый, крошка всякая утопили, чтобы было основание. А там воды всего полметра, допустим, было. Даже меньше где-то. И называем няша. Няша это илх. Или размокшая грязь, земля. 10 сантиметров или 20, там 30. Вот в таком пределе, в разных местах. Ну и ширина 6 метров. То есть по дороге 6 метров. По длине, по самой дороге 6 метров. Ну и дорога-то ширина, видать, тоже на 6 метров. Да поменьше маленько. Ну вот начали делать. Камень будто бы это затащили, теперь его надо раскладывать. Послали Володю Пащенко. И он там кого-то видел, кому крикнул. Ну прям маленько время прошло, глядим. Из деревни народ валит. Итого нас-то было сразу же стало. Вместо троих 18 человек. Ну начали раскладывать камень, растаскивать. А бульдезеристы двинули дальше дорогу проложить. Да, она такая размытая, глиняная. И как бы жёлобом. А надо сделать так, чтобы она была выпуклой, чтобы стекала вода. И он там один работает. На глазах на наших, тут же рядом-то. Всё это мы засняли, можно будет посмотреть. Ну и дальше, когда разложили, шофёра, этому бульдезеристу призвали. Он давай утаптывать камень. Я думал, сначала слой положим с самана, а потом в него вдавим. Ничего подобного. Он в кирпичи вдавил это всё. Едет, а она под ним колышется. Ну вся, как кисель. Ну воды никакой нет, а просто вся почва где-то. Ну видно, что... Прочно маленько держит. Разбульдозер 17 тонн держит, и всё это показано. А ребятишки тут маленькие камушки таскают, взрослые, большие. Ну и маленько успели сделать. И здесь же мы пообедали. Никиту послали, там я заранее ему. Мясо она взяла там где-то у матушки в холодильнике. Приготовила там борщ. Говорю, в корзинку я заранее достал такую. У Романа увидел и говорю, отдай мне. И он отдал. И вот ему тоже там до стархан свой клеёнка. И нам с Володей, мы же двое там. А Никита поел дома. Но наши тоже сготовили хорошо. Каждому по отдельной посудинке. Молосный день. Молочная там такая, наваренная. Бутылка квасу. Хлеба полной. Ну, хорошо приготовили. Марина Сергеева с одной рукой там трудится. И Королёва Мария из Канады. Молодец такая женщина мне. В этом вопросе нравится. Самостоятельная. Ну и всё, мы тут поели. А та шо, шо. Бульдазирис отдельно от нас. Мы отдельно, никак вместе. Как говорится, не в помешке. Ну, так лучше. Он отдельно тут, как бы, за дорогой, за холмом. Ну, в пределах вержения камня. Поели. А он мне выключает машину. Горючая на один день только. Почему, говорит? А стартер не работает. Вручную заводить. И пока ели мы. Ровно полчаса, 50, 35 минут, допустим, ушло. Почти, так где-то. Полчаса почти. Ну и работал всё бульдозер. Тарахтит стоит. Изволь, что-то подтекает там. Ну и дальше-то здесь вот закончили. Говорю, незаканченная дорога. Бросаем. Нам нужно срочно второй мостик. Там прорыв. Прорыв. Ширина, допустим, 6 метров. Ну, где-то в этом пределе. Прорыв был. Но не такая. В 4-х метровой глубины. Дорога сама по себе метр, наверное, 4. Ну, вот такой вот. Умножая одно на другое. Это ему показали, где землю брать. И он гонит. Медленно, медленно идёт трактор у него. Я пошёл тут, спрашиваю, она быстрее. Задняя скорость у вас работает быстрее. А что второй скорости нет, он говорит, есть. Я говорю, ну а чего ж так медленно-то прямо. Ну, прямо едва-едва шевелится. Едва. То есть, если шагать, то так ступня к ступне прислонять. Вот такая скорость. С грузом, когда идёт. Бежон вроде поскорее стал. Ну, ладно. Работаем. И удивительно то, что нам нужно было завалить этот проход, чтобы он перешёл на ту сторону. А та сторона, это как бы со стороны Корчино. Теперь у них там Моринская есть, разделяющая нас. Это же самый Лок. Лок. Ну, Моринская так называется. Там бригада Молотова была когда-то. И проезду нету. Совхоз какой. Совхоз. Не могут запрудить. А мы в частном порядке запрудили. Чтобы они могли проехать к нам с горючим. Там уже договорённость такая. С горючим. Ну, и сообщили. А, телефона нет. Я давай звонить Алексею Устинову. А он в Томске. А он соединяется уже с Чернышовым Валерием Владимировичем, их начальником. Горющее. Не знаю, будет сегодня или нет. Но уже всё, приготовимся. И он встал тут, когда перелез на другую сторону этого пруда, второго мостика. Это уже озеро настоящее. Где-то 3,5 метра глубина. Мы можем ещё поднять на метр. Чтобы рыба не замерзала и проще. И на бугре там солодка растёт. А он режет этот поперёк-то. И корни солодки-то вылезают. Я начал один корешок нашёл, второй, третий. А к вечеру уже набрал такую кучку, которую я в глаза не видал никогда, что столько есть. Как? Ну, просто много. Это покажем мы потом. Тоже в интернете показано. Будет. Солодочный день-то. Ну, и всё-таки привезли. Мы, он никак не кончает работать. Сколько будете работать, Виктор? Пока светло. Ну, пока мы приедем, будет темно. И мы вернулись с 10 минут 10-го только. Уже сумерки. Ну, и ещё тут. Я не думал даже обедать. Надо 2 часа до сна. Пришёл, все графики нарушил. Пришёл, а наши сёстры ждут нас. Ну, и вот. А потом ещё взял сюда, лечить кошку надо. У ней там хвост где. И всё у ней что-то там такое. Ну, укусил её, кто-то говорят. Укусил. А может, ёжик. Ну, а значит, что такое. Известно. И никак. Лекарства никакие не помогают. Я говорю, знаю одно лекарство, но оно и от другого зависит. Как? Ну, её кошку за руки, за ноги повалили. Там, и перечести водорода Марина обработала одной рукой. Выдавливала там, что у неё есть, гной какой. И сметана принесла. Сметаной смазывает все эти болячки. Они прям под хвостом у неё. Почти хвост и сверху снизу. И Маша Королёва, маленькая, из Канады. Она любит шарика. Я говорю, подводи его. И подвели его шарик это. И он на эту сметану-то зализывает у неё всё. Зализывает. Вот как вот за ребёнком ухаживает, когда подгузники. А собачий язык, он целебный. И опять намазали. Он опять, ну, несколько раз. И главное, сделали мы это в воскресенье первый раз. И ей сразу заживление. Рана, там кровь у неё текла. И тут заживление. Ну, ещё раз сделали. Она маленько пикает. Ну, кого едва ходит на ногах? Белая. Такая красавица. Кошка была. Ну, вот заболела. Ну, и на этом всё закончилось. Сегодня что-то Никита проспал или что. На 9 минут позже позвонил. Но я уже был на ногах. Это событие вчерашнего дня. Это что? Бульдозер вышел. И мы практически первый мостик прошли. Ну, и камни-то когда утопили. Ну, а что там камни-то? Бутовый камень между ними. Я говорю, ей корову пойдут, ноги поломают. Сверху давай тогда ещё земли. Да, с сеном. Ну, как засамонить-то. Теперь, чтобы могли прогонять туда корову. А они прогоняют. Но кто-то там был уже из пастухов. Хотя я всем наказывал не гонять, пока не закончим-то. И нашу сваю или одну, или сколько сожгли. Сейчас вот выявлять будем, кто это сделал. А видно, где коровы были, лепёшки их там лежат. Горюще там у Игоря взять, а его нет. Он в понедельник не был, только во вторник. Утром рано выезжает молочник в Барнавул он. А теперь только вечером приедет. И, значит, выезжать будет в среду где-то. Вот события наши все были здесь в одном месте. Ни мировых, никаких. Ничего не успевали. Только успеть вот это сказать. Ну и что тут? Показать ресурсы наши хотя бы немножко. Чтобы люди знали, куда обратиться. Вот. Это вот Mail.ru. Мой мир. Вот. Вот уже я перенёс с этого, с видеоканала. И вот у нас большой ресурс. Это православный форум Игнатия Лапкина. 1600 тем. И вот православный видеоканал, открытым оком во свете Библии. Большой канал. 7 310 подписчиков и просмотров 6 893 377. Ну вот сегодня я выставил 11 роликов. Вот они все здесь. А потом ещё другие. И показать во свете Библии. Это у нас православный библейский сайт. И главное это вопросы. И на 55 папок разбиты темы. Но сейчас взаимодействует внутренний мир человека. Кажется. Вот сейчас есть. Надо посмотреть. Закрою я. Что у нас по времени? 5 56. Ничего считать больше уже никак невозможно. Всё. Закрываю. На этом всё.